Всем привет! С вами Этера и сегодня я добралась до очередного выпуска Dungeon Defenders. На очереди у нас прохождение карты Magus Cortus, Nightmar и режим Hardcore. Проходить я его буду также с Клайром. Он у меня также раздет, в общем-то. То есть сняты спаги и, соответственно, нарушен сет. Одет джин. Мы без бонусов от сета. Также у нас будет задействован... Так, кто у нас? Кто у нас? Монг? Монг я тоже раздела. Еще больше, соответственно, потому как уровень. Сами видите. И третий у нас, наверное, будет Смонер. Он уровнем еще больше. И я у него сняла обоих петов. Получается, у нас у него вот такие статы. И петов у нас совсем не будет. В принципе, можно было бы обойтись без Смонера. Я вам, в общем-то, покажу этот билд в два персонажа. То есть Монг и Сквайр. Но, так как вы знаете мою ленивость, я не люблю бегать и чинить. Поэтому, как бы, я вам покажу еще вариант с Смонером. Перезаходим. Манкус Квортерс. Хо, не выговариваю. Квор... Квортерс. 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 Он через О говорил. Это у меня Санька тут что-то английскому. Так, ладно, поехали. За Баскалем тут сидим. Так, стоит Найтмар. Режим Хардкор. Ман у нас будет, как всегда, мало. 200 манны, начиная с этого уровня. Правда, на первой волне у нас не будет коптеров. Забыла, как зовут. Давно не играла. Зато будут жены и пауки, которые тоже доставляют. Ай, немало приятностей. Хватает, чтобы поставить два арбалета. И баррикаду одну. Все, десять ман осталось. Ну, я думаю, стартуем. Не будем дожидаться. Нам сейчас первым делом нужно набить немножко манны и бежать сразу ставить арбалеты. То есть дожидаться не будем, когда остальные дойдут, потому как сейчас еще пауки придут. Вот они. Видите? А сейчас придут джены. Так. Самогла бы успели сделать. Так. Еще один напротив ставим. Так. Хорошо. Этот сюда. Напротив такой же. Вот так. Здесь убираем. Ставим заглушку из баррикады. Также шипами вовнутрь. Там все стоит нормально. Здесь убираем. Ставим заглушку. Ставим последний арбалет. Так. Так. Заходим замолку. Замедляющая. Молния. Понижающий урон. Понижающий урон также снимает элемент. Что хорошо поможет при мобах у которых молния и яд. Так. Теперь немножко мамы. И бежим менять персонажа. Заходим за суммонером. Можно успеть поставить. Хотя бы по парочке. Так. Сюда ставим мага. На подхил. Сейчас ставим. Плучников. Плучники в свою очередь будут помогать сбивать коптеров. Вот как вы видите. И отбивать арбалеты от пауков, которые будут их пытаться окутать паутиной. Мага еще одного ставим. Мага еще одного ставим. Плучника. Пойду маму соберу. Не трогай меня, негодяйский каук. А в принципе нам больше перезаходить не за кого, поэтому останемся за суммонера, ну или за кого вам там удобнее можно перезайти, за кого может качать будете или кем просто удобнее находиться в игре. Доставляю сюда третьего мага. В принципе вот этих вот лучников, вот этих лучников можно было бы поставить сюда и убрать баррикады. То есть маг бы их хелил. Мага подвесил сюда поближе, а лучников поставить вот сюда и вообще ничего чинить не надо было бы. По поводу варианта, вот два персонажа без суммонера. Вот данные ауры, то есть сейчас они у нас стоят на трёх точках, можно их расположить вот на этих точках вот сюда поставить. То есть получается два пока ауры всего. Главные враги, которые нам будут докучать, это как раз коптеры и огры в мушанках, которых как раз коптеры везут. И собственно у пауки. Ставя сюда ауры мы как бы защищаем основные пушки от пауков, то есть их будет аура молнии убивать. И заодно будут замедляться коптеры, которых в этот момент и будут убивать пушки. То есть больше нам ничего и не нужно. На освободившихся юнитов можно поставить усиляющие лучи Ивкины. И тоже в общем то очень неплохой билд получается. Ничего, стою, ничего не делаю. Языком треплю. Можно ещё поставить паучников. Так же можно использовать ловушки хантов, то есть трапы. Очень хорошим подспорьем, наверное, было бы газ в ловушке. То есть поставив вот сюда на перекрестие, вот сюда, мы бы задержали всю мелкоту, которая идёт. Вот. Джина, соответственно, тоже хорошо реагирует на такие ловушки. Уходят в спячку. А они тоже те ещё вредители. А они тоже прорвались. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, как видите, я особо не сучусь. Они так как раз справляются все. Ну, такая тактика для сольвивала, то есть для режима выживания уже не пойдет. То есть там совсем другой билд будет. Так что можете даже не пытаться. Загородки, вернее сказать, вот эти баррикады будут выноситься только в путь. Продолжение следует... В принципе, конечно, может она и продержится 25 волн, но не знаю. Я бы такой билд на сольвивал не использовала. Я человек ленивый, не люблю туда-сюда бегать, заниматься непонятно чем. ЛЧ по-бил. Так, ну где он нас тут застрял, то я не пойму. А, вот они идут. Там особо проглашаемо нужно. Так, последняя волна. Билд, ты просорвивал, я думаю, меня уже спрашивали. Ну, не знаю, доберусь я до них и когда доберусь. Как бы планы были на это. То есть я, наверное, здесь сольвивал бы не проходила, потому что это довольно долго. Но билд показать, в общем-то, можно было бы. Но опять же, когда это будет, я пока не могу сказать. Для начала я, наверное, закончу основные карты все. То есть просто прохождение найтмаров. А потом уже начну различные режимы показывать. Если это оно нужно будет и востребовано. То есть просто прохождение найтмаров. Лей-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, наверное, сейчас еще одна волна выйдет. Денадцать три, девяносто семь, сто штук. Сто четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. Увидимся на следующем уровне. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...